Я приветствую вас на своем канале. В этом выпуске я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете в комментариях под видео. Многие из них довольно часто повторяются, поэтому я решила выбрать наиболее популярные и дать вам на них развернутые ответы. Так что давайте приступать. Интересно, что наиболее популярным вопросом на данный момент является следующий. Можно ли приезжать на отдых в Турцию с рублями? Да, конечно, можно. Многие туристы уже давно так делают, но теперь этот вопрос набирает все большую актуальность, потому что вы прекрасно знаете, теперь на территории Турции карты МИР больше не работают. Что вам необходимо учитывать, если вы собираетесь прилетать на отдых в Турцию с рублями? Конечно же, для того, чтобы поменять их на лиры, вам будет необходимо найти обменник. Обменники, как правило, можно найти и неподалеку от отеля, если рядом с вашим отелем имеется какая-то торговая площадь, базар, то в таком случае там вы точно сможете найти обменники. Кроме того, можно это сделать в любом городе. К примеру, если вы отдыхаете на курорте Сиде и хотели бы поменять деньги рубли на лиры, приезжайте смело в Мановгаз, здесь вы можете и пошопиться, и, конечно же, обменять деньги. Обменников здесь целая масса. Что также важно учитывать, менять рубли на лиры не совсем выгодно. Давайте посмотрим на актуальный курс, который предлагается сегодня в обменниках Мановгата. Итак, перед вами появляется таблица, из которой вы видите, что сегодня за 1 рубль дают 0,251 лиры. Получается, что за 1000 рублей вы можете приобрести 251 лиру. Если мы разделим 1000 на 251, то увидим, что 1 лиру можно сегодня в Мановгате у нас здесь купить за 3 рубля 98 копеек. Но если взглянуть на официальный курс Сиде, то сегодня за 1 лиру дают 3 рубля 35 копеек. То есть получается довольно-таки существенная разница, составляющая 23%. Еще раз отмечаю, это курс у нас здесь в Мановгате. Если нужно, я вам оставлю ссылку в описании, где вы можете постоянно мониторить курсы валют. Но также стоит подчеркнуть, что в других городах, на других курортах вы можете найти обменники, где предлагают более выгодные курсы. Так, к примеру, буквально вчера одна моя зрительница написала мне в инстаграме и сообщила информацию следующего толка. В обменниках в поселке Коноклы спокойно нам поменяли вчера по курсу 3 рубля 57 копеек за 1 лиру. А сегодня мы поменяли рубли за лиры по курсу 3 рубля 50 копеек. Очень выгодный и хороший курс. Таким образом, получается, что на разных курортах, в разных обменниках могут предлагаться совершенно разные курсы. Имейте это в виду. Теперь некоторые спрашивают, что лучше брать с собой в Турцию, доллары или евро. На самом деле, без разницы, вы можете брать и ту, и другую валюту. Сейчас евро у нас даже чуть ниже, чем доллар. Тем не менее, в Турции, особенно в туристических местах, да и не только, можно спокойно расплачиваться как долларами, так и евро. Если вы пользуетесь услугами на территории отеля, соответственно, вы также можете там расплачиваться и долларами, и евро, и турецкими лирами. В некоторых магазинах даже берут рубли, но не всегда, поэтому полагаться на это не стоит. Лучше всего при себе иметь хотя бы лиры. Ну, а теперь давайте же посмотрим, за сколько сегодня в городе Манавгат продают доллары и евро. Итак, за 1 доллар дают 18 лир 50 куруш, за 1 евро 17 лир 85 куруш. Это я называю те курсы, которые вы можете найти в обменниках. Если вам нужно обменять доллары и евро на лиры, также приезжайте спокойно в городской обменник, либо находите обменник неподалеку от отеля, где-нибудь на базарчике, и там же можете менять. Кстати говоря, ранее очень многие туристы могли поменять доллары, либо евро в Мигросе. Но, насколько мне известно, сейчас, по крайней мере, в Мигросе, что располагается в торговом центре Новомоле, крупные купюры не берут. Почему я в этом уверена? Потому что буквально несколько недель назад, когда я была в Мигросе, передо мной развернулась такая ситуация. Туристы из России сделали покупку, хотели расплатиться 100-долларовой купюрой, но кассир не сказал, что не будет брать такую крупную купюру. Видимо, очень многие туристы начали использовать Мигрос в качестве обменника. Насколько я могу судить, теперь в Мигросе прикрыли такую возможность. То же самое, кстати говоря, можно сказать и про магазин Катон, что располагается в Новомоле. Там прямо на кассе висит объявление, что 100-долларовые и 50-долларовые купюры мы не принимаем. Какой вывод мы можем сделать? Вы можете спокойно приезжать в Турцию, как с рублями, так с долларами, так и с евро. В лучшем варианте иметь при себе все три валюты и плюс потом, конечно же, еще купить турецкие лиры уже по приезде. Мы переходим с вами к следующему вопросу и он звучит следующим образом. Можно ли использовать карты UnionPay на территории Турции? Да, это можно делать. Наиболее стабильно работают карты UnionPay следующих российских банков. Это Почтобанк, Газпромбанк, Солидарность и Россельхозбанк. Кстати говоря, UnionPay это единственная платежная система, которая работает как за рубежом, так и на территории России. Если вы прилетаете в Турцию с этой карточкой, то вы можете в банкоматах снимать лиры, ну а также оплачивать свои покупки. Чтобы понять, из какого турецкого банкомата вы сможете снять деньги, используя карту UnionPay, обязательно ищите вот такой вот значок. Если такой значок присутствует, значит данный турецкий банк обслуживает карту UnionPay. Соответственно, вы сможете снять в банкомате деньги. Но у карт UnionPay есть довольно-таки существенный минус. Это их стоимость. Например, в Газпромбанке или в Почтобанке такую карту можно оформить за 5000 рублей. А в Россельхозбанке она и вовсе стоит 7500 рублей. Кроме того, некоторые источники утверждают, что порой оплачивать покупки карты UnionPay может быть невыгодно из-за двойной или даже тройной конвертации. Выгоднее всего оплатить карты UnionPay за границей с долларового счета. Поэтому, если у вас есть возможность через ваш банк, во-первых, оформить карту UnionPay и открыть там долларовый счет, то лучше сделать именно такой вариант, чтобы потом не терять средства на двойной-тройной конвертации. Среди туристов, которые уже успели отдохнуть в Турции, имеются такие, которые пользовались картой UnionPay, и вот что они говорят. К примеру, один из туристов сообщает, что пользовался в Турции картой UnionPay от Газпромбанка и за две недели не наблюдал ни одного сбоя. Если среди моих зрителей есть такие люди, у которых имеется карта UnionPay, и вы уже успели опробовать ее в Турции, обязательно делите своим опытом. Я думаю, что сейчас эта информация будет очень и очень актуальна для всех туристов. Следующий довольно популярный вопрос звучит таким образом. Можно ли перевести деньги с карты российского банка в Турцию через золотую корону? Все зависит от того, картой какого банка вы пользуетесь. Если у вас на руках карта подсанкционного банка, то, скорее всего, сделать это невозможно. По крайней мере, у меня не получилось сделать перевод через золотую корону с помощью карты Сбербанка. Но совсем недавно у меня на руках появилась карта Тинькофф банка, а он является неподсанкционным. И с помощью данной карты мне удалось воспользоваться сервисом Золотая корона. Буквально позавчера я сама себе делала перевод. Сейчас у вас на экране появится скриншот, где вы можете увидеть, что я пересылала сама себе с помощью Тинькофф карты 10 925 лир. За это у меня сняли 36 462 рубля. Плюс еще дополнительно я оплатила комиссию 99 рублей. Таким образом, получилось, что в системе Золотая корона я перевела рубли в лиры по курсу 1 лира 3 рубля 32 копейки. Что довольно-таки выгодный курс. А что же делать, если вы сейчас находитесь в Турции, вы здесь, возможно, живете, у вас имеется карта подсанкционного банка, а оформить карту того же банка Тинькофф у вас нет возможности. Тогда вы можете попросить своих родственников сделать это. Возможно, у кого-то из них уже имеются карты неподсанкционного банка. Дальше вы переводите им свои рубли со своей карты на их карту. И затем они уже делают вам перевод через Золотую корону. И вы получаете деньги в пунктах выдачи. Очень удобно отправлять деньги через Золотую корону через приложение, которое можно установить на телефон. Это сделать можно буквально за одну минуту. Далее вы там регистрируетесь. Можете оформить перевод сами себе, если у вас имеются деньги на карте неподсанкционного банка. Достаточно будет ввести номер телефона, ваши данные, то есть данные получателя. Затем, собственно, оплатить перевод. И у нас личная операция прошла буквально за считанные секунды. В самом приложении Золотая корона имеется категория пункты, куда вы нажимаете и ищете пункт выдачи наличных средств в том городе, где вы проживаете. Например, если вы находитесь в провинции Анталия, скажем, на курорте Сиде, то, соответственно, в поисковую строку выбиваете Анталия. Далее перед вами возникает карта. Немножечко можно расширить и посмотреть, в каких именно конкретных пунктах на курорте Сиде вы сможете получить свой денежный перевод. Важный момент. Судя по опыту туристов, не всегда удается получить переведенную сумму, лучше сразу, как только вы обратились в пункт выдачи. Например, если вы переводите себе доллары, порой в пунктах выдачи нет достаточного количества этих долларов, поэтому могут выдать турецкие лиры. Насколько мне известно, есть еще и такая опция. Вы можете пойти по другим офисам, пунктам выдачи, поискать такие, где все-таки имеются наличные доллары. Но если вам не обязательно иметь доллары, то вы всегда можете получить лиры. Учитывайте этот момент. Порой нужно побегать по различным пунктам или вовсе подождать 1-2 дня. Такие случаи тоже происходят. Что касается меня, поскольку у меня есть турецкая карта, тут же после того, как мне пришли деньги в приложение «Золотая корона», я сразу перевела эти деньги на свою турецкую карту. В принципе, вы тоже можете воспользоваться такой опцией, даже если у вас нет турецкой карты. Вполне возможно, что у вас имеются знакомые, друзья на территории Турции, которые уже владеют турецкой картой. То здесь вам будет даже проще. Вы просто пересылаете эту сумму, которая вам пришла, конечно, она должна быть в турецких лирах, на лировый счет в турецкие банки. И затем идете в банкомат и уже с турецкой карты спокойно снимаете наличные турецкие лиры. Это тоже как вариант. Следующий вопрос от моей зрительницы Татьяны, которая интересуется, куда лучше поехать на шоппинг? В торговый центр Дипо или в торговый центр Агора Шоппинг Центр? Если честно, в торговом центре Агора я никогда не бывала, а вот в Дипо бывала, поэтому могу вам посоветовать поехать именно туда. Ну а вообще, в принципе, если брать всю Анталию, то, на мой взгляд, наилучшим торговым центром там является Тайра Сити. В сентябре мы там были сестрой. Кстати говоря, мы сняли видеообзор по этому торговому центру. Чем он мне понравился? Тем, что он довольно-таки компактный. Построен он достаточно продуманно, нет огромных расстояний между отделами. То есть, выходишь из одного, сразу тут же другой. При этом все это очень удобно расположено. Плюс там представлены все самые популярные, как турецкие, так и мировые марки. Так что, если в целом по Анталии меня спрашивать, то я бы посоветовала посетить торговый центр Тайра Сити. У нас, еще раз повторю, есть обзор Сестрой на другом канале, если интересно, гляньте, ссылочку я оставлю сверху. Ну что, вот такие вот вопросы задавали мне вы, мои зрители. Надеюсь, что у меня получилось дать вам на них развернутые ответы. Если нравится такой формат, вопрос-ответ, обязательно ставьте пальчик вверх под этим видео. Буду почаще записывать такой формат. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя, и мы увидимся в следующем ролике.